Вот так мы маму маму зовем. Живое общение заменили смайлики. А зале ей всего 13. Она хочет заниматься танцами, ходить в школу и гулять на улице. Как это делают ее сверстники. Но больше всего девочка мечтает сделать сама хоть один шаг. Дал я жданное ребенок. Мы даже не думали, что у нас дочь будет инвалидной. Вроде всегда говорили, что она в норме, все в порядке. Родовая травма. Травма получена при родах. Вот с тех пор по больницам ездим. Детский целебральный паралич. Диагноз, с которым родилась азалия. Болезнь ребенка поделила жизнь семьи на до и после. Родители ушли с работы. Теперь они круглые сутки с дочкой. Раз, два, три. И так каждый день. Мама Гулюса помогает дочери делать зарядку. Две перенесенные операции, ежедневные процедуры. Все без результата. Болезнь прогрессирует. Суставы твердеют и сковывают движения. Гимнастика на руки, ноги и шею. Без этих упражнений азалия не могла бы и вовсе шевелиться. Стараемся на ноги поставить. Боимся, что... Это, конечно, если что-нибудь с нами произойдет, она же от нас станет. Чтобы хотя бы сама себя могла обслуживать. Вылечить азалию мало шансов, говорят врачи. Но подарить ей возможность хотя бы передвигаться самостоятельно может каждый. В апреле девочку ждет терапия по китайской технике в одном из медицинских центров Казани. Подарить шаг ребенку стоит всего 180 тысяч рублей. Реквизиты счета на экране. Алина Бережная, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Атнинский район. Реквизиты счета на экране.